Привет бойцы, великие и непобедимые! С вами мой Тайси Кей и я Федорович. А сегодня в этом видео я вместе с вами, говорю вам честно, я не смотрел этот бой, поэтому я его только себе загрузил и вместе с вами хочу его посмотреть и насладиться этим зрелищем, которое ждали все. Поэтому комментирую в прямом эфире. Если что-то буду где-то говорить неправильно или неверно, я уверен, что многие филологи из вас меня поправят и в комментариях напишут мои ошибки. Итак, бой очень долгожданный, очень ожидаемый Александра Емельяненко против Исмаилова. Очень многие хотели увидеть этот бой и ждали его, особенно после боя Саши с Кокляевым по боксу, которым он интересно и весело победил нашего Стронгмена. Оба эти бойца, кстати, очень знамениты в России, ну и не только в России, я думаю, многие уже знают, особенно Эмельяненко по его прошлым профессиональным выступлениям во всем мире. Итак, ждем, пока анонсер объявит обоих бойцов. Вот на ваших экранах Магомед Исмаилов, 34 года, рекорд 15 побед, 2 поражения, тяжеловес. Кстати, на взвешивании, если мне не изменяет память, Исмаилов показал 94 килограмма. В свою очередь Александр Емельяненко показал, по-моему, 114. Там разница была у них практически в 15-17 килограмм, очень много. Если вдруг что неправильно скажу, в комментах меня обязательно поправьте. И вот Александр Емельяненко, 38 лет, 28 побед, 7 поражений. Разница в возрасте небольшая, конечно, 4 года, но разница в опыте за Александром. То есть он гораздо опытнее боец. Ждем, пока анонсер все это дело нам расскажет, и мы уже непосредственно перейдем к самому бою. Итак, бойцы сходятся в центр клетки. Главный рефери еще раз объясняет правила. Вот даже внешне Исмаилов такой поджарый, крепкий парень. Ну, Александр, конечно, немножко как-то, ну, как по мне, он немножко не в форме. Ну, и сами видите сравнение. Рост 193 у Александра и 178 у Исмаилова. Это огромная разница. 20 сантиметров для ударных видов единоборств. Это огромная разница. Это длина рук, длина ног, это все. Итак, бой начался, наконец-то. Оба бойца примеряются. Ух ты, классный заход. Классная двойка такая от Исмаилова. Правый через руку, левый сбоку. И один ударчик таки достал Сашу. Конечно, он его не сильно почувствовал. И отличный перевод в партер. Сразу судьи себе галочку в пометках поставили. Этот перевод они засчитают обязательно. Отличный контроль от Исмаилова. Кстати, многие говорили и говорят, что у Александра не очень хороший партер. Хотя, если вы знаете, он довольно много выступал по боевому самбо. И имеет там очень хорошие регалии. Но в последнее время все акцентировали на том, что он не уделяет достаточно внимания борьбы. А вот как раз Магомед, он именно такой, больше борец и по внешнему виду, да, и по своей манере. Очень отлично перебросил руку у Исмаилова. И хотел с локтя пару раз Саше всадить. Но надо, надо что-то Александру делать. Так лежать нельзя, потому что рано или поздно мага выйдет на ударную позицию, отожмет его от себя и начнет добивание. Ай, хорошо коленом. И еще раз коленом, но Саша локтем прикрыл бока. А вот теперь уже локоть пошел. Ну, пока не получается. Пока слишком плотная дистанция. И у Исмаилова никак не получается занять хорошую позицию именно для обстрела, для ударов. Опытом сейчас хорошо, достаточно вяжет, не дает вот этой амплитуды и очень редко попадает по голове Александра. Вот что-то такое проклевывается, проклевывается. Уже встал на ноги. Встал на ноги и хотел отжать Сашу, но не совсем это получается. И такая вязкая борьба. Ну, вот один из аспектов в ММА, который мне лично не очень нравится, это то, что есть вот такая вот вязкая именно борьба. То есть, что нету, рефери не поднимает бойцов, когда нету каких-то таких ярких, активных действий. Вот они оба вяжутся, вяжутся, как бы что-то вроде и делают, но вроде как бы и зрителям скучно. Ну, ничего, это ММА, это свои правила. Вот попытка, попытка непонятно кого, непонятно что сделать. Вроде и Александр хотел руку на Кимуру взять, а вроде и Исмаилов хотел зайти сбоку. Вот снова поднимается, это очень опасная позиция. Если сейчас Исмаилову удастся выровнять корпус, он начнет обстреливать руками голову Александра по полной уже. С очень удобной позицией, с хорошей опорой на ногах. Ну, надо что-то делать. Саша, что-то делай. Нельзя так лежать и просто держать голову. Да, Александр держит правую руку, уже не держит. Держал левой рукой голову, теперь правой. Но это очень опасная позиция. Только получится выровнять корпус у Магомедова, сразу начнется серия жестких обстрелов. И вот она почти началась, но успел Александр руками перекрыться. Снова вязкость, как два осьминога в подводной борьбе. Окутали друг друга бойцы. Отличный удар от Исмаилова. Потихоньку, по чуть-чуть, но Александр пропускает. И локтем пропустил. И хоть со стороны нами кажется, что это удары какие-то такие незначительные, да, без особой мощи. Но на самом деле, когда такая машина под 100 килограмм даже незначительно машет рукой сверху вниз, и эта рука долетает до цели, то 90% диванных экспертов просто упадут в нокаут. 30 секунд до конца первого раунда. Вот сейчас только один вопрос, я думаю, у всех болельщиков Александра. Дотянет он до конца первого раунда или нет? Вот уже сечка открылась. Ох, какая серьезная у Саши открылась сечка. Он просто истекает уже кровью, ручей крови течет. И его задача сейчас продержаться просто 10 секунд. И какая жесткое добивание, и что? Конец первого раунда. Не дали даработку. Буквально секунды спасли. Александра спасли секунды от окончания раунда. И сейчас только благодаря рефери он выйдет на второй раунд. Честно говоря, рефери, ну, в этом моменте решал судьбу, победа или поражение. Потому что он мог остановить. У него реально были все основания остановить этот бой еще 2 секунды назад. Вот раз, вот два, вот три. И все, бой можно было останавливать. А Александр пропустил и 4, и 5. Ну, рефери, можно сказать, сыграл тут роль... Я даже не знаю какую, хорошую или плохую. Хорошую с точки зрения, что дал Александру шанс проявить характер, проявить стойкость, выйти на второй раунд и переломать хоть боя. А с другой стороны, он дал Александру снова-таки возможность во втором раунде на получаться еще кучу ударов. Я думаю, после первого раунда самочувствие у Саши не ахти. Закрывается восьмиугольник, и Исмаилов уже просто на низком старте для того, чтобы побежать. Бой! Начало второго раунда. Ух, Исмаилов очень заряжен. Дергает, раздергает. Где руки? Где руки Эмильяненко? Где его школа бокса? Попытка право-прямого. И все в молоко. И классно Исмаилов с уклона заходит с боковыми. Здорово. Магомедов работает в стиле... Вот прям работает в стиле Майка Замбигиса. Я думаю, многие из вас знают, кто это такой. Маленький, верткий, уклонный рог. И сразу 2-3 удара. Уклонный рог, 2-3 удара и перевод в партер. Очень здорово. Блин, раунд полностью. Бой. Бой полностью за Исмаиловым. Просто как, я не знаю, он работает. Как будто новичок с экспертом. Что Александр совсем, совсем Александр не может ничего показать. Не знаю, такое впечатление, что он к этому бою совершенно не готовился. Как-то так он совсем не ожидает от Исмаилова. Ну, как бы это... Ну, любой более-менее толковый тренер скажет, что низкий боец, которым является Исмаилов по сравнению с Александром, он будет работать с уклонов, с нырков. Он будет пытаться проходить в ноги. Ну, это естественно для низкого бойца. У него короче руки, короче ноги. Но Александр как будто этого не ожидает. Как будто для него это новость. Он стоит на месте, Исмаилов делает уклон и нырки, а он даже не пытается делать шаг назад, разорвать дистанцию, бросить джеб. Но он просто стоит и ждет. Ждет, пока опять-таки пройдут ему в ноги и переведут в партер. И снова у нас ситуация-близнец первого раунда. Снова полное доминирование Исмаилова в партере. Снова постепенный обстрел, только в этот раз еще более точный. Ну, я думаю, еще минута максимум и рефери остановит этот поединок. Потому что в партере Александр абсолютно ничего не делает. Абсолютно. Снова колено. Снова удары в голову. Снова локоть. Очень здорово. Исмаилов добавляет локти в стиле Хабиба. На Александра уже страшно смотреть. Все лицо опухло. Весь в сечках. Я думаю, еще 2-3 точных удара. И рефери... Ну, надо просто останавливать бой. Саша сам не сдастся. Не будет он стучать. Из-за того, что его бьют в голову. Но рефери должен позаботиться о его здоровье. Все-таки 38 лет, это не 18. И голова восстанавливается в таком возрасте гораздо дольше и тяжелее. А удары все проходят. Все проходят, проходят. Каждые 5 секунд Александр получает жесткий удар. Снова локоть зашел. Снова локоть зашел. Попал сбоку, но все равно в голову он попал. И опять локоть в ухо зашел. Что он, ну, Александр пытается схватить руку и держать. Ну, есть-то вторая рука. И Смаила в ней пользуется. И хорошо пользуется. Казалось бы, что Александру нужно встать и поработать в стойке. Но начало первого и второго раунда показало то, что и стойка это не его стихия. И что делать в такой ситуации, я просто не представляю. Это просто избиение. Исмаилов просто избивает Эмильяненко в партере. Пытается провести болевой, но я думаю, что у Магомедова не тот уровень, чтобы пропускать такие болевые. И отличная позиция. Полностью стоя он мог просто избить. Но опять завязался в партер. И эмоционально воспринимается то, что происходит. Колено здорово. Опять возня, возня, возня. Все возня, но в этой возне преимущество однозначно за Исмаиловым. Так как он наносит периодически удары каждые 5-10 секунд. Посмотрите, какой момент. Исмаилов помог Александру встать с партера. Помог ему подняться. Красавчик. Все-таки бьет, но любит, как говорится. Бьет, но уважает. Побил, побил и помог встать. Тяжело дышит Исмаилов. Конечно, сил в партер забирает огромное количество. Посмотрите на эту работу. В стиле Майка Тайсона. Маятник раскачал два боковых. Маятник качнул, сбок удал. Ну и партер полное доминирование. Эмильяненко партер проиграл полностью. То есть, рассчитывать на судейское решение ему вообще никак не получится. По очкам он проигрывает просто в одну калитку. Мало того, что на Исмаилова посмотреть, мне кажется, он, по-моему, ни одного удара. За два раунда прошедших он не пропустил ни одного удара. То есть, в партере Александр точно не бил. И в стойке он тоже, по-моему, не попадал. То есть, у нас вообще бой, как профессор с учеником. Ну что, третий раунд. Немножко у нас заминка перед началом третьего раунда. Но третий раунд, это последний шанс Александра проявить себя. Переломать, что-то сделать. Выбросить какую-то двойку. Понадеяться на какой-то лаки-панч. Я не знаю, но что-то надо делать. Подключить, возможно, ноги. Как-то попугать коленями. Попытаться на колено словить. Исмаилова, когда он делает свои нырки, проходы в ноги. Снова у нас начало. Саша идет вперед. Исмаилов держит дистанцию. И сейчас опять начнет качать и всаживать свои оверхенды или боковые. А он сразу проходит в ноги. И он здорово перебрасывает через себя. Снова занимает доминирующую позицию в партере. И уже на четвертой минуте, 30 секунд, походили, посмотрели друг на друга. И снова партер. Кому-то партер, конечно, невероятно нравится. Он видит в этом зрелище, особенно борцы. Понимая всю сложность, всю тяжесть работы в партере. Все технические умения, которые надо там проявить. Координацию, баланс, силу. Они видят в этом красоту. Но представители ударных единоборств, для них партер это скука. Они не видят там ничего хорошего в том, что ребята просто лежат и борются. Никакой динамики, никаких ударов нет. Поэтому, если возьмем обычного зрителя, ему тоже все-таки хочется больше динамики. Мало кто из зрителей, которые просто смотрят бои для удовольствия, понимают всю сложность и суть партера. Им хочется удары, динамика. Если это партер, то он должен быть с ударами все равно. Ну и Смаилов пытается это делать. Как видите, левая ручка у него работает четко. То боковым дал, то локтем засадил. Такой в стиле Хабиба Нурмагомедова, который в последних боях тоже очень классно локти всаживал в партере. И снова у нас та же работа. Все три раунда мы наблюдаем одну и ту же картину. Вот уже более выгодная позиция у Смаила. Он уже просто сверху лежит на Александре. Видите, как даже несмотря на то, что Александр на, возьмем, 15 килограмм тяжелее, партер полностью за Смаилом. То есть борцы, кто пробовал бороться, понимают, что в партере каждые 5 килограмм это огромное преимущество. А здесь у нас 15 килограмм разницы. Но, несмотря на это, более легкий боец, он абсолютно доминирует в партере полностью. Не знаю, Саша как бы не хочу ничего наговаривать, да, но у каждого есть свое мнение. Но у меня такое впечатление, что Эмильяненко вышел на этот бой просто забрать свой гонорар и все. Как будто совершенно не готовился к бою. Ну, как будто совершенно он к этому бою был не готов. Посмотрите на эту ужаснейшую картину. Ужаснейшую. У него полностью разбито лицо, полностью в кашу. Он истекает кровью, две брови сечка, нос течет, все опухло. Ну, судья надо просто останавливать. Если не рефери останавливает этот бой, то секунданты должны это сделать. Но этот бой уже не имеет смысла. Александр ничего не делает, не дает никакого сопротивления. Бойцы просто лежат в партере, а Исмаилов его избивает. Все. Если бы это была какая-то борьба там, какой-то обмен удар на удар, это одно дело. Но это просто избиение, в которой... В такой борьбе Саша оставит много здоровья. И пошли локти, очень классные локти от Исмаилова. Попытка захвата руки, ну, не... Ну, так болевой не сделаешь. Все. Останавливает рефери и правильно делает. И это нужно было сделать еще две минуты назад. Победа. Победа Магомеда Исмаилова. Пишите в комментах, как вам бой, что вы об этом думаете и что хотели бы увидеть из этого. Вернее, какой бы бой вы хотели увидеть. Ну, а увидели то, что увидели. Ну, лично, мое мнение по бою довольно двусмысленное, скажем так. Мне не понравился бой тем, что не было какой-то борьбы. Но понравился тем, как работал Исмаилов. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Пускай тоже посмотрят на это зрелище кровавое. А если вы хотите научиться драться, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.